Итак, всем привет, с вами Дабгай, и мы продолжаем играть за Византийскую империю И потихоньку-потихоньку мы расширяемся, возвращаем наши территории И Средиземное море потихоньку становится нашим внутренним Но не спеша, не спеша Здесь очень жесткая война происходит Здесь, кстати говоря, тоже очень жесткая война И в оси тоже очень жесткая война На самом деле весь мир прям воюет-воюет Только здесь вот уже в Южной Америке война закончилась Но как бы мы еще только начинаем А если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь А мы продолжаем нашу войну и отправляемся в Италию Рим будет наш Итак, кстати говоря, как только мы начнем войну вот здесь Австрийская армия, скорее всего, тоже туда сможет проникнуть Но я думаю, мы плюс-минус к этому готовы Кстати говоря, мы неплохо так Австрию душим на море Вот здесь вот, постоянно какие-то конвои попадают А вот мы и вернули Рим Отлично И давайте делать уж фокусы империи для греков Ну и, кстати говоря, я все-таки решил воспользоваться этим КБ Типа, ну, можно, конечно, ждать И параллельно я обнаружил, что у нас здесь вот с оккупацией проблемы Но вот сейчас мы уже займемся Потому что у нас здесь не стояло нормальных законов Потому что сразу я не настроил, потому что здесь не было сразу оккупаций А потом и не задумывался, думая, что у нас как бы тут все в порядке А вот и нет, не в порядке Сейчас разберемся Из этого здесь не было передислокации У меня войска здесь прямо-таки зависли Опадение Берлина происходит Франция взяла Берлин И, я думаю, очень скоро пойдет и, в принципе, Германия А это значит, что у нас сейчас Вот так вот выглядит фронт Европы Но единственное удобно то, что эти ребята воюют между собой А вот эти не стоят ни в одном альянсе Из-за этого у нас будет все чуть-чуть попроще Но все еще достаточно напряженно И вот нападение Германии задушили немцев Ну что ж, а мы будем Душить австрийцев И на юге пока что не спеша итальянцев На юге тем временем сдалась Абиссини И, кстати говоря, благодаря этому я заметил, что у нас тут Суэц не захвачен Это интересная новость Но я думаю, сейчас мы им займемся У нас умер глава виска империи Это кто? Это наш премьер-министр Ух И, смотрите, какие-то бафы уходят Но какие-то добавляются В основном, кстати говоря А Блин, прям сменился элитер Наверное, должен был смениться только премьер-министр Но ладно А, подождите-ка Императорский регент Византии у нас происходит Ага Нет, все значит, все-таки все по плану, как говорится Итак, у нас тут происходит греческий исход Добавляясь еще в фабрике Ну-ка, что этот винтик нам принесет? Можем, кстати говоря, объявить войну уже Ирану Да, почему бы и нет? Присываем вручную У тех ребят, потому что они иначе не призовутся И начинаем здесь тоже наступлением Там без авиации, к сожалению, что авиация нужна нам, очевидно, здесь И вот они, смотрите-ка Развертывание новых кораблей А потом можно развертывать еще Мы просто вам спавнили себе 10 эсминцев Да, так и есть Ну-ка, что... Господи, какие они ужасные Это просто страшно называть кораблями У них даже нету... У них даже нету никаких противподлодок Бомб, ничего Это просто дикий ужас 25 прочности Такое, как говорится, страшно людям показывать Вот, кстати говоря, ребята под форс-атакой начинают атаковать в горы наши В такие вот горы, да Ну, удача Что я могу вам сказать Итальянцы решили взять и все свое население спустить в наши пулеметы Ладно, этот флот можно хотя бы использовать для минирования, я полагаю Как будто мы, кстати говоря, встречаемся с австрийским флотом И неудачно для нас, кстати говоря Но зато мы получаем опыт, а это самое главное Я думаю, этот флот надо отправить на починку и убрать вот эту штуку для этого флота А вот этот, наверное, тоже пока что пускай почилит И обязательно все, стараемся побыстрее починить Это значит, что австрийский флот начал действовать Но вообще у них кончаются морские базы, так что да Им пора Ну вот Россия уже, да, Австрию просто сметает Потому что у них нету Германии Как бы все поиска могут отправиться в Австрию Ничего удивительного Ну а мы потихоньку-потихоньку пробиваемся здесь, в Италии Мы, зверя, можем потребовать у них мира, но нет Мы уже будем, я думаю, идти до конца Все-таки хотим всю Римскую империю, верно? И можем продолжить кораблестроительную программу Но если там будут дальше такие вот корабли Нам даваться, которые, ну как бы Реально, ну совсем смешные То у них очень мало толка Особенно за вот эту вот стоимость Это греческий исход Греки начали массово покидать родину Слиться в Константинополе и Анатолии Ага Стои станут царями царей, правящими над всеми другими Так и есть Война окончена А факт может прекратить свое существование Это с кем? Это с Болгарией? Или что? Я не понял с кем Ну походу да Видимо какие-то скрипты сломаны И продолжают работать странно Но Австрия капает В принципе сейчас Россия Приберет себе все Балканы И это немножко напрягает Но в целом мы пока что Находимся со стороны Россия предлагает союз А не Россия предлагает аннекс В Иране компания Компания тоже потихоньку Продвигается Без особых проблем Но очень не спеша В принципе нас это устраивает Вот мы уже под Миланом Окружаем его со всех сторон И несмотря на то что это река И город Милан мы забираем Вместе со всем итальянским плотом Что кстати говоря Всегда приятно На встрече скапнет И у нас открывается Новый прекраснейший фронт Фронт с интернационалом Занимаем позиции Что я могу сказать А вот я стрекапнул Но от них можно забрать Просто примерно ничего Потому что весь ворскор урожа И скорее всего нам буквально Еще не достанется Но попробуем хотя бы Какой-то минимум Себе ухватить Ну и вообще мы можем еще Себе какой-то флот их забрать Да наверное У Листинштейна каким-то образом был флот Звучит очень забавно Но тем не менее Да наш флот Пополнился еще некоторым Количеством кораблей Это всегда несомненно приятно Это была африканская война Что еще с Африкой происходит Нам точно говоря не очень интересно Нам бы интересно Здесь какую-то линию фронта установить И ее бы и придерживаться дальше Ладно я понял Наверное в том Что во-первых У нас здесь воздух Обспектно красный А во-вторых Нам нужно отойти Куда-то на более уверенные позиции То есть вот куда-то сюда наверное Вот я думаю Мы уже можем по крайней мере Попробовать удержать И у нас будут на это Неплохие шансы А у нас А у нас столица Перелетела в Рим Интересная ситуация Которую я точно не ожидал У нас по-моему Ивинтик был какой-то про Рим Ну я так подумал А Рим Ну наверное Про то что мы его взяли А нет Это ивинтик про то Что у нас теперь столица Рим Это меняет Обстоятельства Нам действительно нужно Прям очень-очень Упороться в защиту Италии В целом мы готовы Мы готовы и повоевать на море Потому что Несмотря на то что у нас Непосредственно Прям владений нефти не так много У нас очень много нефти Вот здесь вот Хотя кстати говоря И в прямом тоже уже немало Что приятно Так что да Мы можем Вести Тотальную войну на море Я думаю Без особых проблем Я думаю Надо в этом плане будет Нашим сейчас союзником В целом то у нас Примерно те же Действия будут Мы сейчас так же будем Бороться за это море Надо скорее всего Еще и там будет где-то бороться В целом Нам достаточно будет Вот здесь вот побеждать И да Нам нужно Намного больше Авиации Ну Мы сейчас будем Над этим я думаю Очень жестко работать Хотя промышленности У нас все еще Очень мало То есть Если говоря Судьбы Территории в Италии Ну нет Мы их будем конечно же Окупировать В Италии то я думаю Понятно Тем более что у нас сейчас Ну нельзя их Куда-то передавать Еще сломается Не дай бог Но пока мы будем Пытаться выдержать Их Постоянный натиск В целом у нас Неплохие шансы И на море Тут продолжается Очень-очень Жесткая душка Интернационала тоже Иран Все никак Нами не захвачен Будет Я сюда ни разу Не смотрел За За всю компанию Так сказать А вообще стоило бы Потому что Ну а почему Мы еще не победили Хотя вроде бы Вот как раз Да Стоило посмотреть Почему не победили Сразу все победили Ну так бы Всегда все работали И забираем Мы себе Все тут территории Отлично Я думаю Знаете что Можно в принципе И продолжить Куда здесь Параллельно Отъедаться Здесь мы думаю Этой армии Сможем кое-как Устоять Вроде как Французы Находятся Вот в этом Идеальном состоянии Когда Их сил Казалось бы Казалось бы Замечу Хватает на прорыв Но на самом деле Не хватает Из-за этого Бот Долбится через речку В наши вот эти вот горы Всякие холмы Корода И при этом Как бы Опасно Немножко опасно Потому что Нас где-то могут пробить Но мы сейчас Очень жестко можем Нафармить И потратить Очень много ресурсов Как раз таки Бота Но это мы Наверное будем рассчитывать Тут еще одна провинция Черт возьми Оказывается Не За берегом И Вообще Я думаю Неплохо так влияет На то что нас пробивают Давайте тогда Отойдем еще глубже Где у нас будет Более такая Плотная Так сказать По провинциям Застройка В скобочках Дивизии стоять Будут пожестче Наверное Неплохая идея Ну и вот Вот так Как-то так Как-то так Мы будем защищаться Опять-таки Все зелененькое То есть мы Очень хорошо изменится Единственное Я вижу Эту проблему У нас Нету пробития Танков Еще Двое мнение Что нам Наверное Бы добавить ПТО Да Наверное Сколько там Броне у этих танков Прекрасных 13 Почему у нас Нету пробития 13 А вот у дивизии Нету Но видимо А ну Я полагаю Да У нас просто ПВО не хватает Действовать Нам надо На самом деле Повысить производство Вот этого Вот Всего И у нас будет Проблема решена Есть некоторые минуса Не без того Что у нас Вот здесь вот Большие заказы Давайте Немножко Реорганизуемся Нужно понимать Что ситуация Не такая простая Она кажется Достаточно простой Особенно Учитывая то Что у нас Все территории Национальные Вот здесь вот Все еще Все еще На самом деле Несколько напряженная Ну и сразу Видите У нас здесь Оказывается Минус И не такой большой Заказа Вообще 2000 в плюсе То есть Можно сократить На самом деле Это производство И выделить Его на более Нужные Какие-то Да Ресурсы То есть Как раз таки Авиация Которой нам Сейчас очень Не хватает Если бы у нас Была здесь Авиация Если бы мы Как бы Контролировали Зеленый воздух Мы бы Намного Намного Эффективнее Разменивались Скорее всего Не отошли бы даже Этой вот Прошлой линии обороны Этот принос Столицы в Рим На самом деле Неплохо нам мешает Именно тем Что У нас теперь Торговля вся Идет отсюда И очевидно Мы здесь заблокированы Полностью То есть Мы не можем Ни с кем Наземно торговать Отсюда бы мы могли Из-за этого Покупка вся Немножко Зарунилась Это Грустно Это грустно Но Зато Все снабжение Идет как бы Вот отсюда То есть Технически Нам не сильно нужно Ну именно Снабжение Веда вот этих войск Идет отсюда же Нам как бы Не нужно сюда Что-то доставлять Но все еще Немножко неприятно Вот в те Корабли Которые нам Дали Ну Блин Да На такое стыдно Конечно смотреть Ну ладно Добавляем их Вот это чудо Здесь все равно На все стыдно Смотреть Здесь все корабли Очень старые Потому что они все Украденные Тем не менее Хотя бы что-то Ну и наш лот Снова начинает Боевые действия Надо все-таки Разбивать Лот этих Чертовых Леваков И Ребята Эти решили взять И отойти Просто с позиции Ну Давайте займем Каждая позиция Поближе к речке Это нам Выгодно Ладно Не так много мы взяли Но Но неплохо Неплохо Я заметил вот эту выстку И очень интересно Как они туда высадились Ведь у меня вот Вот так вот было Сейчас я еще вот так поставил Как они до сюда доехали Хороший блять вопрос Когда у меня здесь Везде зеленое Как бы море было Как-то доехали Может Пока флот Чинился Типа И было Момент Красного моря Как будто Ну походу Так Этоги Опции Ниже Ну вот эту армию Я возвращаюсь сюда И сейчас будем Выбивать здесь все От этого мы не капнем У нас здесь все Национальное Ну и выбьем их обратно Они потеряют Кучу ресурсов И пока будут Снабжать Это тоже будут Тереть кучу ресурсов Но неприятно И тоже каким-то образом Вот здесь вот Произошла выстка Блять Только Не хватало Чтобы они еще Сейчас сюда Атаковали Нету Нету Хойки К сожалению Сложно же Создать так Чтобы войска Атаковали Только вот Какого-то Одном Приказе Только все Приказы Могут Сразу Атаковать Как они Высаживаются Когда у них Нету Катруля моря Хороший Блять И вопрос Честно Я не знаю На него ответа Как будто Реально Они два года Назад Нажали Когда здесь Было Красное Все Для меня И они Только Сейчас Доезжают Все Везде Одновременно Не знаю Наверное Ну Здесь мы справились С вторжением Здесь мы тоже Сейчас справляемся С вторжением Сверлить до цветов Очень похоже Очень сложно Их заметить Так вот Просто невооруженным Глазом Не рассматривая Но Нормально Мы справились Сейчас Вот здесь Разберемся Но пойдем Еще сами На Болгарию Наверное Ее захватим Союз мы конечно Трогать Я думаю Не будем За Болгарию Еще зайдет Кстати говоря Албания Мы ее тоже захватим И после чего Продолжим Надо какой-нибудь Афганистан И потом в Африку Надо нам Больше промышленности Потому что И как минимум Марионетке тоже Какие-то ресурсы Будут давать А нам Очень нужен ресурс Черт возьми Ой Произошло какое-то чудо Как-то перерассчитались А столица Столица вернулась Константинополь Ух Хорошо Получается Итальянцы сыграли нам на руку Они заставили Наш Нашу игру Игра как известно Действует очень смешно Перейти столицу Константинополь Обратно столица Не поедет Но теперь я могу Снова нормально торговать Гениально Я считаю гениально И это даже не кажется Шизо Это просто кайзер Точнее как сказать Шизо Хойко наверное Который все это так работает И вот они Британские дивизии Французские И кого там только нету Влетают Все В помоечку Нечего было Высаживаться на греческую землю А тут у нас еще и бафы Если что Как вы помните У нас национальных территориях бафы Поэтому здесь мы воюем Плюс 52% атаки Отлично Как можете видеть У них у всех нет снабжения Потому что Ну да Наш флот все таки работает Наш флот все таки Доминирует Все средиземное море Черт возьми Я не просто так Всем этим занимался Поэтому они сюда приехали Но их здесь ждет Только ад И все еще Как-то они высаживаются Бритом Ну Пути хоть и неисповедимы Там Болгария нам Каким-то образом Проход дала По-моему Да Нет Спасибо не надо Сейчас А Короче Она автоматически Игра Автоматически Запросила у меня проход Точнее я Типа в Болгарии Как будто запросил проход Автоматически ее принял И автоматически Передал территорию обратно Болгарии Бля Ну Ну разработчики Ну гении И Заканчиваются Вот здесь Вот эти шутки Под названием Высадки В Грецию Я думаю Должны будут они понять Что это невозможно Да Что-то Ну Говорится Кто к нам с чем придет От того Пизды получит И сейчас посмотрим На потери У нас 132 тысячи Здесь Ух 700 Ух 500 Даже Мексиканцы Здесь 42 тысячи Потеряли Да Здесь Чили не доехала Центр Америка Тоже 22 тысячи Потеряла Левицкая Республика Потеряла 64 Наверное Вот здесь Да Короче говоря Опыт я думаю И мне сильно понравится Я думаю Они класснее поставят А вот так вот Атакуют Нас Кто это такой гений Французы Французы Не ну конечно да Французские идеи Будут вечны И пошел Париж Против Москвы Ну что Французы Сейчас вам ебало Сломают Вообще наверное Не сразу Но Но скоро Потому что мы Очень много ресурсов Их на себя Выманили Я думаю Да Очень скоро Их ждет Тут фул поражение Итак Здесь у нас все готово Болгария Управляется По майку истории За ней сейчас поедет И Албания Кстати говоря Давайте туда Побольше каких-то сил Отправим наверное Потому что У Болгарии Думаю Сильно их много не будет У Албании В принципе тоже И это добавит Нам еще Некоторую Промышленность Некоторых Марионеток Это всегда Полезно Слушайте Меня все Долбит и долбит Россия Какими-то предложениями Союз И у нас все еще Висит предложение Соединится к России Если бы Если бы Сербия не была Там Я бы даже Наверное согласился Но просто К сожалению Для полноценного Внутреннего моря Мне нужна и Сербия А значит Что Мы не сможем Отоговориться Мирного решения Не будет Ну и забираем Мы Болгарию И Собственно говоря Албанию Все Приятно Опять таки Вот не было бы Сербии Здесь я бы Реально Слушайте Имел бы Вот это вот все Австрийские Какие-то здесь земли Сотопил бы Союз России В принципе Как говорится Мы православные Они православные Я вижу Это Как сказать Осознанно По лордному В принципе Это возможно Но так как Сербия уже там То можно сказать Что они нарушили Нашу зону Интересов А значит Союз Невозможен Я думаю Пора уже Перебросить Нашу вот эту армию Тоже в Италию И начать Поломасштабную Войну в Италии О Становление порядка В Бире Это приятно Ай да Реально Советский канал Мало бы это Забрать Все таки Десять дней На КБ Давайте Так чисто Это Пазуальненько Сюда Сбегайте Кабанчиком Итнитесь Я думаю Можно начать Потихоньку Здесь Наступление Я тут еще Начал Некоторое время Назад Обмениваться В воздухе Любезностями С французами И достаточно Списанно У нас Это прошло Теперь авиация Может идти сюда У нас есть Алиция Которая не может Ничего делать Да Транспорт Это допустим Окей А вот эти Самолеты Это файтеры Которые Ничего не могут Делать Но как бы Зачем Они тогда Нужны Подожди Странные Самолеты Короче говоря В том случае Их мы Самолет не будем А вот эти Самолеты Давайте-ка Отправим Против Подводных Лодок Было бы Неплохо Поработать Так Убиляем Войну Советскому Каналу А то что Это они Такие Независимые Это еще Турция Еще и Называются Господи Придумывают Ж Название Какой-то Несуществующей Страны Говорят И мы Очень Очень Уверенно Входим Во Францию Супер Здесь тоже Освобождаем Какие-то территории Наши Конечно же Территории Исконные Судя по всему Этот фарс Под названием Интернационал Скоро Закончится Ну да Изнута Они потери Огромные Но самые Главные Потери Они несут Я думаю Именно В снаряжении То есть Как бы Если Людеские Ресурсы У них То есть То вот Такие Потери По снаряжению Я не думаю Что они Смогут Взять И остановить 13000 Штанков Потеряли Господи Ой На фоне Это Смотрите Я могу Учредить Восточную Епархию Создать Здесь Марионетку Какую-то Нет Это А это Круче Это Я просто Национализировал Смотрите Египетский Султан Получит Независимость Это Вот Это Кнопка Национализация Это Чтобы Чтобы Я пошел В леваков А О Все это заняло Какое-то время Нам меньше Чем я Думал Она будет Ну ладно И наконец-ки Мы начинаем Строить Наши Убер Вафли Морские 4040 Узлов Куча Легкой Атаки Хорошая ПВО Дубинные Бомбы На всякий Случай Потому что Я подозреваю Что они Скорее всего Будут действовать В отдельном Флоте В принципе Мне нужно Прикрыть Они сами По себе Уже Очень сильные Так что Мы начинаем Их строить Достраиваем Последний Конвой После чего Вся наша Морская Промощность Будет Именно Их И производить Я думаю После успешного Такого Наступления Стоит Немножко Реорганизовать Войска Эту Армию Мы отправим На запад Это же Будет Держать Восток И я Думаю Вот так И небольшие Войска Мы оставим Вот здесь Вот А Ну в принципе Что-то Небольшие Войска Оставить Вот так вот Сделать И даже Оставлять Их Собственно Говоря И не Надо Окей Отлично Я думаю Продолжим Эту Войну В следующей серии Мы Очень Неплохо Повоевали На самом деле На самом деле Прям очень хорошо По ресурсам Разменялись Единственное Все еще у нас нету Дополнительных армий Но мы уже подготовили Одну Будем ее деплоить Потом будем готовить Я думаю Еще одну В принципе Почему бы нет Ну что ребят С вами был Допгейм Обязательно подписывайтесь Если вы еще друг Не подписаны Лайк, комментарий Твич, дискорд Ребят Все как обычно До скорых встреч Пока